О самом главном. Название для темы собрания в центре Елена выбрано не случайно. Для каждого из родителей нет ничего важнее жизни и здоровья их детей, которые к тому же являются особенными. В теплой неформальной обстановке обсуждались вопросы, наиболее волнующие родителей. Прежде чем провести наше родительское собрание, мы провели среди родителей несовершеннолетних мониторинг, в котором мы просили темы, которые наиболее важны для родителей несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. Одной из таких тем стало образование, оздоровление, а также тема трудоустройства, она всегда является актуальной для родителей таких деток. У каждого из родителей детей с ограниченными возможностями здоровья неизмежно возникают вопросы, касающиеся формы обучения. Присутствующие делились своим личным опытом, а юрисконсультцентра рассказала о существующих возможностях и экспериментальных разработках в этой области. Детей с ограниченными возможностями здоровья помещают в класс с детьми, которые получают общее образование. И по результатам вот этих вот экспериментов дальше же будут какие-то другие программы на федеральном уровне разрабатываться. С врачом городской больницы Натальей Кононовой родители обсудили вопросы оздоровления, а специалист по социальной работе центра Елена Ольга Воронцова рассказала, как оборудовано учреждение в соответствии с потребностями воспитанников. Особое внимание на собрание было уделено игре, как одной из важнейших методик развития детей. При участии ребенка бережно относиться к игрушкам. Часто у нас бывает так, что ребенок отрывает голову. Он не со зла. Просто он видит, что это отцепляется. Так же, как лего. Значит, надо отцепить и посмотреть, что из этого выйдет. Ручку отцепить. Ну тогда пробуйте с ним на место вот это прилавить. Как отметили на собрании, одним из самых острых вопросов остается вопрос по трудоустройству детей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты центра занятости населения постарались дать максимально исчерпывающие пояснения по этому поводу. Детки, которые достигли 14 лет и имеют инвалидность, и если им по медицинским показаниям доступно трудоустройство, центра занятости их устраивает в первую очередь. То есть мы собираем списки и этих детей персонально отправляем, выдаем направление. Для детей, достигших совершеннолетия, в центре занятости совместно с работодателями разработаны специальные программы по трудоустройству. По законодательству мы можем отправиться, если он не имеет образование, но есть 18 лет на обучение. То есть по тем вакансиям, которые в России свободны. То есть мы оговорим это с лечащим врачом. То есть, кого он может обучиться, чтобы по следующему утром устроиться. Отправляем на обучение и заключаем договор на резервирование рабочего места с работодателем. Под занавес мероприятия специалистами центра был проведен мастер-класс по декоративному складыванию салфетки к чайному столу. Это увлекательное занятие рекомендовалось как совместное для детей и родителей. Елена Винтер, Денис Вильков, Новости Губкинского.